Сегодня первая лекция большого, надеянного цикла, который вообще-то будет читать Илья Дмитриевич-Кретов. Это замечательный математик, он в прошлом году выступал на этом лектории с замечательной лекцией. И он, что называется, вдохновленный прошлым годом, решил в этом году совершить просто чудо, а именно сказать достаточно подробно, что такое метод глинометрических сумм в теории. Вообще, ребята, надо сказать, что на кружке, который сразу после этого лектория, который с 7 до 9, в этом году я, независимо от Шкреда, вот Шкреда захотел это две недели назад, решить, что он это будет делать, а я уже с сентября это делал, я реализую большого длинного проекта под условным названием «Решение квадратных поравнений в целых числах». То есть, что я рассказываю, уже успел объяснить число, мы там уже дошли до символа бежандра, даже сформулировали, что такое символ Гильверта, ну и так далее. То есть, постепенно, я надеюсь, что действительно в этом году, вот, что знаете, так аж до мая это будет длиться, потихонечку будем разбирать, ну, чередуя это с олимпиадными задачами, потому что иначе я пусть весь круглок распугаю, кстати, я сильно его распугал, там осталось очень мало уже народа, но тем не менее, тем не менее, проект будем реализовывать. И вот Шкредов, это такая забавная вечная лектория, он действительно хочет рассказать метод ревнических суток. Для того, чтобы на первом же занятии все это плохо не кончилось, я прочитаю лекцию, что называется «Ликвидацию безграмотности». Если кто-то из вас наизусть все эти вещи знает, ну, что называется, извините, но, с другой стороны, глупо будет, если на тяжелом курсе кто-то не поймет что-то, просто потому что не знает, что называется, совсем о словах. Итак, что надо обязательно узнать? Что такое абелевая группа, характер абелевой группы, что такое корень из единицы, символ дежанта, гауссовый сумм. Заметьте, я уже назвал шесть пунктов, в общем, каждому из которых хорошо вам посвятить лекцию. То есть вещи абсолютно, что называется, серьезные и большие. Если кто-то из вас захочет действительно поймать шредов, пожалуйста, является Попедия, называется «Числа и фигуры». Чуть меньше 15 лет назад она опубликована, в бумажном виде ее заставить невозможно, но зато очень легко в электронном, потому что, вы представляете, она выложена. Спивак, «Числа и фигуры», 256 страниц, в том числе там есть подробный рассказ о том, о чем я сегодня буду рассказывать. В принципе, были до этого статьи в журнале «Квант», например, моя эсцентерова статья про малую теорему Ферма, была про гауссовы суммы, моя статья. Разумеется, есть учебники, есть подробнейшие, замечательные университетские учебники. Мне кажется, что наиболее близко к тому, что он будет рассказывать, это книжка «Айрленд и Роузен. Классическое объединение локопарической теории чисел», очень хорошая, очень содержательная, «Боревич-Шифаревич, теория чисел».